Дорогие коллеги, я очень благодарен оргкомитету за приглашение меня сделать на таком выдающемся, как я понял, мероприятии, как это. Я потрясен масштабами, много раз уже успел в этом отеле заблудиться, и только благодаря хорошей организации я сумел все-таки найти правильный путь. Я буду рассказывать вам о неких новых концепциях, которые возникли совсем недавно и которые заключаются в том, чтобы рассматривать рак не как раковые клетки, которые вышли из-под контроля, а как сложная система взаимодействующих раковых клеток и их окружения. В этом взаимодействии возникают новые свойства, так называемые emergent properties, возникающие свойства. Они непредсказуемы, и в этом заключается главная сложность лечения рака. Вот как рассматривался рак несколько всего лет назад. Рак в целом неизлечим, и тем не менее в некоторых случаях принятая терапия. Химиотерапия, радиотерапия приводит к успешному излечению. Механизмы терапевтических эффектов в большинстве случаев неизвестны, и наиболее обычные типы рака эпителиальные в наименьшей степени поддаются традиционному лечению. Даже когда в начальном периоде опухоль поддается лечению, в конечном счете она возвращается. В последнюю декаду обработка рака вошла в новую эру, характеризующуюся развитием таргетной терапии. Идея таргетной терапии заключается в том, чтобы обнаружить различия между раком и нормальными клетками и попытаться на эти различия воздействовать с тем, чтобы раковая клетка либо превращалась в нормальную, либо погибала. В 15 лет продолжалась эта эра молекулярной таргетной терапии, и она родила мышь. Сейчас редко кто говорит о молекулярной таргетной терапии. В результате этой эры появилась пара более-менее успешных агентов. Это как раз связано с тем, о чем я уже упоминал. Раковая опухоль сочетает в себе сложные, меняющиеся во времени и пространство, многообразие клеток, претерпевающих многочисленные изменения на пути превращения в раковой клетки. И другое измерение сложности заключается в том, что опухоли привлекают к своей эволюции широкий репертуар нормальных клеток, которые они приспосабливают для своих нужд, грубо говоря, порабощают, и которые способствуют приобретению отличительных критериев. И это то, что называют микроокружение опухоли, ее экологическая ниша. И вот она играет роль как в эволюции самой первичной опухоли, так и в ее метастазировании. Существует громадное количество взаимодействий. И задача, которая возникает сегодня, понять смысл и природу этих взаимодействий и попытаться их использовать для терапии опухоли. Ну, этот слайд показывает громадное множество различного типа клеток, которые вовлекаются в эти взаимодействия. Здесь мезонхимальные клетки, фибробласты, раково-ассоциированные фибробласты, клетки гематопоэтического происхождения, лимфоидные различные клетки, милоидные, нейтрофилы и так далее, и так далее. Это клеточный компонент опухоли, ну и внеклеточный компонент опухоли, внеклеточный матрикс. И это все представляет собой единую эволюционирующую систему. Это как бы единый организм. Опухоль часто сейчас рассматривают как организм. У меня он переключается. А, вот, переключился. Наиболее выдающимся примером роли взаимодействий раковых клеток со стромальными клетками является ингибирование иммунной реакции на раковой клетке. Иммунные клетки входят в стромальное окружение. И когда они встречают раковую опухоль вновь возникшую, то для начала они активируются и делают попытки убить раковую опухоль. Для этой активации необходимы три сигнала. Первый сигнал – это взаимодействие т-клеточного рецептора с комплексом, главным комплексом гистосовместимости, который содержит антиген. Вот это взаимодействие. Это обязательное взаимодействие костимуляторной молекулы, с легандом, соответствующим на антиген, представляющие клетки. И третий сигнал – это цитокины, которые передаются от раковой клетки антиген, представляющей клетки, и от антиген, представляющей клетки раковой клетки. Потом вы увидите, что то, как обычно рисуют, это обычная стандартная картинка, которую вы найдете во всех учебниках, в обзорах, везде. Но это неправильное представление. Если бы цитокины просто так выбрасывались в пространство, они никогда не достигали бы требуемой цели. Существует громадное количество костимуляторных и коингибиторных рецепторов. Вот здесь со знаками плюсик – это стимуляторные корецепторы, а со знаком минусик – ингибиторные корецепторы. И вот здесь вы видите сложнейшую картину, даже на картинке, а реальная – это трехмерная картина, она много более сложна. В умной системе все устроено чрезвычайно разумно. Вот она узнает, здесь не показаны цитокины, но показан рецептор с главным комплексом несовместимости взаимодействует и показаны костимуляторная молекула и ее элегант на двух взаимодействующих клетках. Так вот, иммунная система устроена таким образом, что как только начинается взаимодействие Т-клеток иммунной системы с антигеном и перед тем, как включается, собственно, иммунный ответ, на иммунной клетке, на Т-клетке возникает коингибирующий рецептор, который взаимодействует со своим коингибирующим сигналом. Это в данном случае тот же сигнал, с которым взаимодействует и костимулирующий рецептор. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы иммунная система не разгонялась слишком сильно. Если она разгонится слишком сильно, и если не будет вот этого начинающего противодействия, и оно усиливается со временем, то иммунная система начнет поражать здоровые клетки, если она расплодится слишком много, и это такая ауторегуляция очень разумная. Но раковая клетка, она использует это свойство, и она выставляет на своей поверхности леганд, который начинает взаимодействовать с этим коингибирующим рецептором. И таким образом иммунная система начинает выключаться раньше, чем она узнала раковую клетку. Иммунная система ингибируется, и таких коингибиторных рецепторов раковая клетка используется много. В конечном счете иммунная система ингибируется полностью. И вот первый пример, когда стромальные взаимодействия, а взаимодействие иммунной клетки с раковой клеткой является взаимодействием раковой клетки со стромальными элементами, когда оно начинает использоваться для лечения. Идея примитивна. Давайте вот заингибированная раковой клеткой Т-клетка. Вот один из коингибирующих рецепторов Т-клетки взаимодействует со своим легандом, но выставленным раковой клеткой. Иммунная система заингибирована. И давайте используем моноклональные антитела для того, чтобы разрушить это взаимодействие. Вот моноклональные антитела используются. Взаимодействие, я подчеркиваю, взаимодействие нарушается. Т-клетки освобождаются и начинают делать свое дело. Они начинают уничтожать раковые клетки. Очень медленный процесс. Как-то ускорить его нельзя, чтобы переключить на следующий слайд. Вот. И вот я специально вывел здесь текст, чтобы подчеркнуть, что сделан принципиально новый шаг, меняющий парадигму лечения рака. Вместо того, чтобы лечить мутации в раковых клетках, новая терапия сфокусирована на разрушении сложных взаимодействий раковой клетки со стромой, определяющих успех эволюции ракового организма. Эти взаимодействия позволяют раковым клеткам ингибировать иммунные клетки в своем окружении и таким образом избегать уничтожения иммунной системы. Но это все начало развиваться 5-7 лет тому назад. И очень быстро... Следующий слайд, пожалуйста. Очень быстро оказалось, что эффект от такого воздействия чрезвычайно высок и для рака необычен. Достигалось практически полное исключение пациентов. Рак мог быть излечен. И все было хорошо, если бы не оказывалось, что излечению подвергается в одном случае около 20 пациентов, в другом случае около 35 пациентов. И причины этого, почему на одних действуют, а почему на других не действуют, остаются совершенно неизвестными. В любом случае, при вот этих вот исключениях, эффект очень велик, очень важен. И вот то, что мы наблюдаем в этом случае, задает новую парадигму лечения рака с использованием в качестве мишеней, подчеркиваю, взаимодействие раковых клеток с клетками стромы, существенными для прогрессии и метастазирования. То, что разрушение взаимодействия иммунных клеток с раковыми клетками не дает сильный, но не полный эффект, ну, конечно, это нехорошо, но я вам показывал, сколько различных рецепторов существует, возможно, следует использовать их, а, возможно, нужно использовать взаимодействие раковых клеток с другими какими-то компонентами стромы, которые являются преобладающими в случае тех пациентов, на которые не действует вот иммунная, это называется, чекпоинт терапия. Для успешной реализации этой парадигмы нужно представлять себе, как осуществляется взаимодействие между раковыми клетками и клетками стромы. Возможно, взаимодействия иммунных клеток могут указывать на общий принцип этих взаимодействий. Возможно, таким общим принципом является образование так называемых синапс-подобных структур. Вы все знаете слово синапс, он применяется в высшей нервной системе, там нейроны используют синапс для своих взаимодействий, но взаимодействия синапс-подобные, они не ограничиваются нервной системой. Ну, этот слайд показывает то, о чем я уже говорил. Вот эта раковая клетка, вот эта иммунная клетка, вот здесь внутри раковой клетки чрезвычайная сложность интерактов взаимодействий, при этом достаточно простая система межклеточных взаимодействий и есть большой соблазн использовать эти сравнительно простые взаимодействия для терапевтического воздействия, для их разрушения. И среди кандидатов на новые объекты терапевтического воздействия на первый план выходят раково-ассоциированные фибробласты, которые являются наиболее представленными стромальными клетками и в самых видах разных раков, некоторых содержание их в строме достигает до 90%. Но в любом случае, вот эти вот все взаимодействия, которые здесь обозначены, они происходят не так, как мною было показано на первом слайде. Они происходят в синапсе. Андрей Петрович, надо засекать, как в хоккее время, сколько у меня занимает переключение слайдов. Хорошо. Вот, смотрите. Вот это то, что называется иммунологический синапс. Он представляет собой специализированные межклеточные взаимодействия, характеризующиеся четырьмя признаками. Близким положением мембраны иммунной клетки к мембране антиген-представляющей клетки. Это 12-15 нанометров. Это очень близко. Адгезии. Помимо взаимодействия т-клеточных рецепторов с антиген-представляющими комплексами, вот они здесь в центре, в этом участвуют молекулы адгезии, которые усиливают прочность этого взаимодействия и его длительность. Вот они обозначены, эти адгезивные молекулы, вот здесь так. Стабильностью, которая придается вот всем этим, и то, что чрезвычайно важно, и то, чего очень сильно недооценивают в теоретических работах по межклеточным взаимодействиям, по иммунным взаимодействиям, направленной секреции. Вот видите, вот здесь я написал, нарисовал эту направленную секрецию. Секреция идет не так, как там я показывал, что выбрасываются в пространство цитокины, экзосомы, еще что-то такое. Секреция идет направленно, она происходит внутри синапса. Если кого-то заинтересует это более детально, я могу послать соответствующую литературу. Но не переключается. Сделайте, пожалуйста, следующий слайд. А перед этим... Да, значит, пока я этим воспользуюсь еще. В чем смысл направленной секреции? Смысл создать высокую концентрацию секретирующих молекул в узком пространстве с тем, чтобы повысить их эффективность действия. И достигается это тем, что вот все эти взаимодействия, вот все эти молекулы внутри клетки, они связаны с цитоскелетом. И когда происходит вот это вот взаимодействие, то цитоскелет реорганизуется. В частности, секретирующий аппарат Гольджи и мобилизуется к месту синапса. И поэтому секреция идет, которая идет через Гольджи, она идет через синапс. Вот это замечательный пример взаимодействия внешних контактов. Вот этих. И их сопряженностью с внутренним содержимым клетки, поляризацией этой клетки, мобилизацией клеточных ресурсов в область синапса – это чрезвычайно важная вещь, которая осуществляется в иммунной системе. Существует громадное количество молекул адгезии. Я не имею возможности на них остановиться. Их четыре класса. И любой из этих классов может использоваться для того, чтобы создать прочное, стабильное взаимодействие в синапсе. Не обязательно, теперь я уже говорю об иммунологическом синапсе. Вот как, на мой взгляд, происходит процесс в случае рака. На первой стадии карцинома отделена базальной мембраной от поддерживающих тканей. Затем вот этот барьер разрывается, появляется инвазивная карцинома. И вот здесь она встречается в первый раз впрямую со стромальными клетками. Редко, но тем не менее с конечной вероятностью в результате таких встреч образуются прочные контакты. Эти прочные контакты, они на первой стадии подвижные, не очень прочные. Потом они закрепляются, потом становятся более стабильными. Начинается обмен, реальный обмен между такой клеткой окружения стромальной и раковой клеткой, которого нет у тех клеток, которые не сумели образовать такого контакта. Вот это направленная секреция, вот это адгезия, и вот это вот образуется симмакс, который эффективно используется для раковой клетки, для стромальной клетки, для обмена информацией. При этом обе клетки очень серьезно меняют свои свойства. И происходит удивительное событие. Те клетки, которые встретились с раковой клеткой и сумели образовать прочные контакты, и начали обмениваться информацией, они репрограммируются, они трансдифференцируются. И вот здесь, на этом слайде, показано, что громадное множество стромальных клеток, при условии, что вот они образуют такой контакт, они превращаются в уже упомянутые мною, в раково-ассоциированные фибробласты. Раково-ассоциированные фибробласты, они приобретают некий общий фенотип вне зависимости от происхождения. Ну, тут вот обозначено три основных признака раково-ассоциированного фибробласта, но в основном они сохраняют какие-то признаки тех клеток, из которых они образовались. Вот это вот удивительный процесс. Это порабощение, типичное порабощение раковой клеткой, окружения и превращение даже специализированных клеток в раково-ассоциированный фибробласт, который, вступив во взаимодействие с раковой клеткой, меняет свой метаболизм. Но он меняет и метаболизм раковой клетки. И вот эта вот система, она становится чрезвычайно устойчивой. Она становится устойчивой к терапевтическому воздействию. Поэтому особенно соблазнительно разбить вот эти вот связи в надежде на то, что вот этот зловещий альянс, как это названо в одной из статей, описывающие эти эффекты, чтобы этот зловещий альянс разрушить. А этот альянс действительно зловещий. И раковая клетка, я, пожалуй, пропущу. Раковая клетка может непосредственно взаимодействовать с Т-клетками. И вот здесь образуется точно синапс. Но нас будут больше интересовать взаимодействие раковой клетки с раково-ассоциированными фибробластами. Вот здесь написано то, что... Нарисовано то, что я рассказывал уже. Ну, это я взял картинку просто из статьи, чтобы никто не думал, что это мои домыслы. Это картинка из статьи известного японского исследователя Ямагучи. Вот как он обрисовывает то, о чем я уже говорил. Вот встречается раковая клетка и фибробластная клетка. Вот они вступают во взаимодействие. Вопрос стоит здесь, являются ли это прочными взаимодействиями. И вот раковая и фибробластная клетка меняют свой метаболизм, меняют все свои свойства. И меняют таким образом, что при инвазии раковых клеток в окружающую среду, в кровеносные сосуды, вот эту инвазию возглавляют раково-ассоциированные фибробласты. Вот они находятся на кончике инвазирующей группы молекул. Самое поразительное заключается в том, и именно поэтому кто-то из авторов назвал этот альянс раковых клеток с фибробластами, ассоциированными с зловещим, самый поразительный и важнейший для понимания процесса метастазирования, а вам не нужно объяснять, что метастазирование – это то, что делает рак смертельной болезнью, что путешествует по кровотоку. Здесь не очень хорошо видно, но поверьте мне, не индивидуальные раковые клетки, которые оторвались от общей массы, а циркулируют кластеры, которые включают в себя раковые клетки и стромальные клетки. Отдельная раковая клетка, как показано экспериментами, ответственна примерно за 1% метастазирования. 99% метастазирования связано с образованием вот этих метастазирующих, циркулирующих раковых комплексов, в которые входят метастазирующая раковая клетка и окружающие ее фибробласты и другие элементы стромы, которые ее защищают в краенном русле от разрушения, а на новом месте они помогают ей прижиться. Поэтому соблазн воздействовать на раковые клетки, на раковую систему путем взаимодействия, разрушения взаимодействия раковых клеток с клетками стромы привлекает сегодня и привлекает все большее внимание. И вот я привожу пару примеров довольно недавних. Вот одно из взаимодействий адгезивных эфрин и эфриновый рецептор. Он участвует во взаимодействии раковых клеток с фибробластами. И вот сейчас активно пытаются использовать моноклональные антитела против этой системы, против эфрина или эфринового рецептора. При этом снижается рост опухоли в разных нозологий. И несколько таких агентов уже находятся на стадии клинических испытаний. Неизвестно, что дадут эти клинические испытания, но во всяком случае народ потихонечку начинает понимать, что надо пытаться разрушать опухоль как целое, а не пытаться воздействовать на отдельные молекулы. Картинка, которую я приводил перед этим, Ямагучи, он тоже нашел ингибитор взаимодействий в раковых клетках с раково-ассоциированными фибробластами и тоже пытается воздействовать на эту систему взаимодействий. В опытах инвитра это дает очень хорошие результаты. Подвижность клеток раковых меняется, уменьшается, они не подвергаются эпителиально-мезонхимальному переходу и в опытах на мышах уменьшается метастазирование. Но, во всяком случае, далеко еще пока до конечного результата. Таким образом, все это находится в стадии становления. Я и подобные мне люди, которые всегда скептически относились к молекулярной таргетной терапии. Свой первый обзор, критикующий этот подход, я опубликовал почти 10 раз, почти 10 лет тому назад в журнале «Канцер джинтерапии». Но, тем не менее, он не произвел желаемого эффекта. А сейчас это уже практика показывает. Однако, и это я приступаю к заключительной части, которую я надеюсь завершить вовремя. Однако, как пишут наши зарубежные коллеги, «it's remain to be investigated». И вот я приведу вам пример очень такой фундаментальной работы, в которой показано, что такая молекула адгезии, как CD44, он вовлечен во множество взаимодействий, механизмы лекарственной устойчивости, участвует во многих хронических воспалительных заболеваниях. Но я не хотел бы вам рассказывать о сути этой статьи, очень фундаментальной, очень глубокой, в которой показано много всяких интересных фактов. Но вот характерная концовка всех статей, посвященных той проблеме, о которой я говорю. У всех этих статей парадигма заключается в том, что в конце они выражают оптимизм. Это из этой статьи Кенугасы. В целом наши данные предполагают, что использование агентов, направленных против КАФС, позволило бы полностью устранить раковые клетки, путем нацеливая на CD44. Это может представить многообещающую новую стратегию лечения рака. И далее снижение оптимизма. Однако CD44 экспрессируется на мембране множества различных типов клеток. Следовательно, лекарства должны доставляться CD44 позитивным КАФ. Требуется дальнейшее определение точных молекулярных механизмов того, как CD44 влияет на молекулы, ассоциированные со стволовостью. Мы пока еще очень далеки, очень далеки, хотя вот подходы реализуются. Для некоторых пациентов удачливых это оказывается очень здорово, но в целом еще... Перекиньте, пожалуйста, на следующий слайд. И вот это моя пара заключительных слайдов. Еще в 1996 году Альфред Кнутсен, портрет которого вы видите перед собой, это абсолютно выдающийся исследователь рака. Он говорил, пока гены продолжают спонтанно мутировать, рак никогда не будет искоренен полностью. Думать иначе нереалистично, но можно надеяться, что через четверть века мы минимизируем смерть от рака. И я всю жизнь, ну не всю жизнь, но последнюю часть жизни, работающей на проблемами терапии рака, я на сегодняшний день убежден, что эта минимизация будет осуществляться не за счет лечения уже сформировавшейся опухоли, а за счет ранней диагностики и удаление опухоли на ранних стадиях. В лечении упущенных опухолей значимую роль будут играть стромальные мишени. Вот эти два, человека, Томасетти и Фагельштейн, показали одну замечательную вещь, что в разных тканях опухоли случаются с разной частотой, на порядке величин разной. И вот эта вот кривая показывает линейную зависимость частоты пожизненной встречаемости опухоли от тотального количества клеточных делений в той ткани, где они образуются. При этом это все процессы стахастические, рак – это стахастическая неудача индивидуума, и в 60% мутаций, вызывающих многие виды рака, виноваты вот эти непредсказуемые стахастические эффекты, которые никак не предотвращаются измелениями окружающей среды, правильным питанием, отсутствием курения и так далее. А если это так, то основное финансирование должно быть направлено не на предотвращение рака с помощью изменения условий существования индивидуумов, а на выявление рака на ранних стадиях. Естественно, что эта проблема активно дебатируется, но, что характерно, на сегодняшний день 15% всех ассигнований, выделяемых на проблему рака, только 15% выделяется на разработку и применение мер ранней диагностики. Остальные – на лечение поздних стадий рака, когда рак уже становится практически неизлечим. Даже при условии, что если будет использоваться такая эффективная терапия, как терапия, направленная на разрыв взаимодействий с травмальных и раковых клеток. Спасибо за внимание. Угодно ли кому-нибудь вопрос задать? Евгений Андреевич, скажите, пожалуйста, смотрите, как получается противоречие. Вот эта ранняя диагностика, она уже сейчас привела к таким противоречиям, что патологоанатомы не могут разобраться со многими диагнозами рака молочной железы, понимаете? Или там щитовидной железы, или еще что-то. И отдают на усмотрение пациентов, что им делать? А патологоанат не может сказать, потому что так рано диагностируют, что непонятно, что там вообще, какой там прогноз. И многие программы ранней диагностики, например, вот скрининг в Японии у детей, они были отменены. То есть, понимаете, получается, что вот эти теоретики, да, они призывают к ранней диагностике, а патологи, они высказывают уже сомнения по поводу ранней диагностики. Ну да. Это все зловещая правда. Значит, я не сказал, что раннюю диагностику нужно вот прям незамедлительно начинать использовать и сделать ее основным. Я сказал о разработке и что основные средства должны направляться на разработку новых, эффективных и точных методов диагности. А сейчас, да, вы правы, но на это выделяется слишком мало средств. все средства идут на лечение, на безнадежное лечение. Меня в ужас приводят. Ну вот, я сказал, что пара успешных более-менее агентов противораковой терапии. это эмотиниб, который направлен против гибридной тирозинкиназы, образующейся в филадельфийской хромосоме в некоторых хронических лейкозах. Там очень хороший эффект, но там одна молекула, она совершенно очевидна, это перестройка хромосом, образуется совершенно очевидно отличающаяся от всех других киназ, киназа, которую легко ингибировать специфически, это эмотиниб. А второй херцептин. херцептин направлен против такого по-русски не очень прилично звучащего рецептора на раке молочной железы ХЕР-2. Значит, и вот если посмотреть статистику уже теперь очень большую женщинам, у которых в раке молочной железы на поверхности раковых клетках экспрессируется этот рецептор ХЕР-2, им прописывают херцептин, это моноклональное антитело против этого рецептора. И что мы видим в итоге? Средняя продолжительность жизни уже очень по большой статистике увеличивается на два месяца. конечно, я понимаю, что два месяца для самого человека и для его близких это тоже очень важно, но, конечно, это не то, что мы, те люди, которые работают над этой проблемой, что мы хотели бы видеть. Мы хотели бы видеть то, что мы видим, когда используют иммунную чекпоинт-терапию стопроцентный эффект и беспобочных эффектов. К сожалению, в иммунной чекпоинт-терапии я не успел об этом сказать, поскольку ингибируются природные тормоза иммунной системы, иммунная система идет в разнос и начинаются аутоиммунные заболевания. Это даже есть одна статья, что хорошо для рака, плохо для ревматизма. Ревматизм это аутоиммунное заболевание. Вот то, о чем я говорю, нужно средства направлять в значительно больших количествах на разработку эффективных методов ранней диагностики. сейчас вот то, что я вам рассказывал, иммунологические допустим синапсы, они расшифрованы с чрезвычайной детальностью методов физико-химического анализа разных вариантов ФРЭД, ФРАП, флюоресцентной микроскопии, масс-спектрометрии в конце концов очень много. Они чрезвычайно чувствительные, но как-то не очень они продвигаются в область клинической диагностики. в следующем году. Спасибо. Продолжение следует...